Сегодня 25 августа 2023 года. Иду по Кременчугской улице, сейчас сверну на Мергородскую улицу. Передо мной собор Федоровской иконы Божьей Матери. Простонаречие Федоровский собор. Решение о строительстве этого собора, недалеко от Николаевского вокзала, сейчас это Московский вокзал, было принято в 1907 году. В честь 300-летия дома Романовых. И в 1913 году собор был освящен. Сейчас я нахожусь как бы сзади собора. Рядом здесь строительство какого-то очередного жилового комплекса. Сейчас попробую подойти к парадному входу. Строят здесь клубный дом Мир. Евгений Герасимов и партнера. Ну, повезло им, будут рядом с собором жить. Этот вход закрыт. Пойду искать основной вход. Приближаясь к основному входу. Собор проработал правдами и неправдами даже после революции до 1932 года. После чего здесь был молокозавод. И в 90-х годах 20 века, по-моему, в 1993 году принято решение было восстановление собора. И сейчас он в таком прекрасном виде. Сейчас здесь много чего находится. Просветительский центр, воскресная школа, собор и так далее. Вот сейчас здесь приглашают даже на выставку. Храм Федоровской иконы Божьей Матери. Память 300-летия дома Романовых. Вот зашел я внутрь. Сейчас здесь мало народу, потому что пятница, 3 часа дня. Я, похоже, здесь вообще один. По крайней мере, снаружи. Отражение в стекле автомобиля. Очень красивый собор в центре города. Вообще рядом с московским вокзалом. Пока пассажиры ждут пересадки, можно сюда забежать и все посмотреть. Место постройки собора выбиралось не случайно. Здесь был монастырь. Он, собственно, и был, когда собор стали строить. Но потом все это дело большевики благополучно разрушили. Переводили в молокозавод. Сегодня 25 августа. 2023 года. Федоровский собор. Санкт-Петербург. Мастерская христианская миниатюра. Еще один храм. Не знаю, как называется. Забавная вот такая вот лесенка наверх. Храм святых новомучеников и исповедников российских. В 1998 году был сырожок. Я думал, что он более старый. В общем, всем рекомендую и гостям, и жителям города. Санкт-Петербург. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...